Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы снова на площади. Сегодня четверг. Хороший день. Наши первые поздравления. Как вас зовут? Наталья Ивановна Кул, заведующая детским садом 37. Наталья Ивановна, кого вы сегодня пришли поздравить? Я хочу поздравить весь свой коллектив в связи с тем, что завтра, в такой знаменательный день, нам исполняется 30 лет со дня открытия. Я желаю всем своим сотрудникам счастья, здоровья, оптимизма и также выражаю благодарность нашему руководству за посильную помощь в нашей работе. Наталья Ивановна, какую песенку мы посвятим? Я так думаю, что наш коллектив будет рад услышать песню «Зима». «Балаган Лимитов». Да. Итак, слушаем песенку «Балаган Лимитов. Зима». Ну а мы от всей телекомпании, от всей нашей редакции программы «Телеоткрытка» вас тоже поздравляем. Спасибо. Вот, с праздником. Ждите нас завтра в гости со съемочной группой. Итак, слушаем песенку. У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила березовой катушке. Она снежки солила березовой катушке. Она снежки солила березовой катушке. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и как обычно в нашей программе, привет и поздравления. Итак, как вас зовут? Катя. А вас? Даша. Так, Катя и Даша. Кому вы будете передавать привет? Хочу передать привет школе номер 7. Моей любимой учительницей Надежде Ивановне. И хочу передать привет своему брату. Как зовут? Саша. Моё девушка. Так, сколько шуриков-то в ревоту, а? Так, вы? Я тоже хочу передать Саше, тоже там, сосед мой. И школе номер 7, шестом деклассе. М? Не, он маленький. А, ну это неинтересно. И Валентин Гаврилович Макжуль. Большой привет. Это кто? Это учительница по математике. Вы поздравляли учителей своих с Новым годом? Конечно. Подарки дарили? Да. Какие есть, не секрет? Открытки, конфеты. Молодцы. Ладно, вас тоже с праздником, с прошедшим. С Новым годом. Вот, и спасибо за приветы. Ну, а теперь в нашей программе вечная смешная пауза. Итак, Антон, рассказывай свой анекдот. Кем лучше быть, дураком или лохматым? Лучше быть дураком, чем лохматых за осыдрать. Молодец. Сам придумал. Или кто помог? Нет, сам придумал. То есть я прочитала из ТВ-кино, газета, а есть, я всегда анекдоты пишу. То есть ты оттуда все анекдоты цепляешь? Да. Ну, молодец. Читать умеешь, значит. Да. Хорошо, Антон. Давай, свои приветы и поздравления. Я передаю привет своим маме, бабушке, дедушке и папе. И передаю привет к школе номер один, классу третьему В, учитель Смарине Викторовне. Молодец, спасибо. Ну, на этом мы смешную паузу свою не заканчиваем. Сейчас будет петь... На песню. Песеньку какую? Дискотека-авария, некуда деваться. Так, хорошо, дискотека-авария, некуда деваться. Это мы чуть попозже послушаем. А сейчас у нас живая музыка на программе Телеоткрытка на канале Москвы-Восток. Как ты зовут тебя? Я тут Павел. Так, Павел, ну давай, мы ждем. Бурно аплодисменты приготовились. Давай. Снова от тебя ветер злых перемен. В толпе прохожих думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь. И теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя, я вновь покидаю тебя. Достаточно. Так, ты кому посвящаешь эту песню? Да. Кому? По-любимой девочке Маше. Ты вчера в любви признавалась? Да. Хочешь еще? Нет. Как наркотик в любви признаваться? Ты вообще, знаешь, так... А? Пока хватит. Хватит, а то, как бы... А это все быстрее закончится. Хорошо. Ты будешь что-то еще ей говорить, передавать? Ну да, я бы передать ей привет, передать ей школе номер один, класс руководительницы НИСАНИ и всему классу ШТОМУВ. Ну хорошо, спасибо вам, а так сейчас слушаем мы Дискотека Авария Некуда Девать. Дискотека Авария Некуда Девать Следующий привет в программе Телеоткрытка. Как зовут тебя? Настя. Так, а вот молодого человека? Коля. Коля, ну хорошо, он пока не хочет с нами пообщаться. Ну давай, свой привет. Я хочу передать привет своим тренерам Лине Анатольевне. Лине Анатольевне, Клименко Татьяне Павловне. Хочу их показать с прошедшим Новым годом, так как я здесь не была, я была в деревне. Вот. И хочу, чтобы им счастье и здоровье, чтобы побеждали на турнирах. Хорошо. А где ты занимаешься? Недой самбо. Это на стадионе Стар. Тяжело вообще заниматься-то девушками? Не очень. Не очень тяжело? Нет. А уже есть какие-то победы, награды? Да, я заняла первое место в побуду клуба, и мне дали почти награды. Молодец. Мы в твою честь и, естественно, вот в честь брата. Скажи нам что-нибудь, пожалуйста. Понятно. Он, по-моему, пока не хочет, он сейчас. Мы посвящаем тебе песенку Лаймбагг, ладно? Как раз именно для тебя и для всех тех девушек, которые занимаются таким вот тяжелым видом спорта. Ну, для женщины, для девушек. Хорошо? Спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все, уважаемые телезрители. Мы с вами прощаемся до пятницы, до завтра, до пяти часов вечера. И, кстати, есть небольшое объявление в нашей программе. Скоро на канале «Москва и Восток» в программе «Телеоткрытка» появится новая рубрика. Моя вторая половина. Что это будет за рубрика, и что это будет вообще за программа, кто ее будет вести, и что будут делать участники этой программы вот там, вы узнаете позже. Ну, а пока мы приглашаем всех желающих найти свою вторую половину. Мы обещаем вам в этом помочь, чем сможем. Сюда к нам на площадь каждый день в пять часов вечера. Так что приходите. Все одинокие, все те, кто хочет найти друга, подругу. Приходите, мы вас ждем. Это на полном серьезе, поверьте нам. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра, до пяти часов вечера. Пока. Субтитры подогнал «Симон»